Глава четвёртая. Эпиграф. «К оружию, ребята, все скорее рубите ванты и крушите рей!» — Фалконер. На следующий вечер Мелмот решил лечь спать пораньше. После полубессонной ночи его клонило ко сну. А день весь был такой сумрачный и тоскливый, что оставалось только хотеть, чтобы он поскорее кончился. Осень была на исходе, тяжёлые тучи с утра до вечера медленно и уныло тянулись по небу, и такой же тоской отзывались в душе человека и в каждом часе прожитой им жизни. Не упало ни одной капли дождя. Тучи уходили прочь, затаив угрозу, как военные корабли, проведавшие, что противник сильнее, чем можно было думать, и возвращавшиеся за подкреплением, чтобы нанести потом новый удар, который неминуемо его сломит. Угроза эта скоро была приведена в исполнение. Стемнело раньше обычного. Новые тучи, ещё более чёрные, и, казалось, сулившие миру ещё один потоп, заволокли небо. Гулки, неожиданно налетавшие вихри, время от времени сотрясали дом, а потом столь же внезапно стихали. К ночи буря разразилась со всею силой. Кровать Мелмота сотрясалась при каждом порыве ветра, и уснуть было немыслимо. Сам он, правда, любил, когда качались стены, но ему не доставляло ни малейшей радости ожидать, пока начнут падать трубы, пока с грохотом обвалятся балки, и видеть вокруг себя осколки разбитых стёкол, которые уже начинали сыпаться на пол. Он встал и отправился на кухню, где, как он знал, разведён огонь. Собравшиеся там перепуганные слуги, слыша, как ветер завывает в трубе, все наперебой уверяли, что им в жизни не доводилось слыхивать такой бури, и всякий раз, когда порыв затихал, дрожа шептали молитвой за тех, кто в эту ночь в море, а так как дом Мелмотта стоял у самого берега, над скалистым обрывом, им было, чего бояться и о чём молиться. Очень скоро, однако, Мелмотт заметил, что в ужас их приводила не одна только буря. Недавняя смерть его дяди и посещение дома странным пришельцам, в реальность которого все они твёрдо верили, неразрывно сочетались в их представлении не то с причиной, не то с роковыми последствиями этой бури, и ступая по ломанным плитам, которыми был устлан кухонный пол, Мелмотт слышал, как они шёпотом сообщали друг другу свои предположения, а одно ужаснее другого. Страху свойственно сближать в сознании людей далёкие друг от друга события. Мы любим связывать бушевание стихий с превратностями нашей судьбы, и, наверное, не было ни одного порыва ветра и ни одной вспышки молнии, которые не притворились бы в чьём-то воображении, в картины, близящейся беды, не вызвали бы желания отвратить её или покориться стихии, и не определили бы судьбу человека или участь души после смерти. Страшная буря, потрясшая Англию в ночь, когда умер Кромвелл, дала его пуританским капелланам повод заявить, что Всевышний забрал его к себе на небеса в поднятой вихрем огненной колеснице наподобие того, как он некогда вознёс пророка Илью. Меж тем, партия сторонников короля истолковала то же событие совершенно иначе, и во всеуслышание высказала своё убеждение, что это князь тьмы отстаивает свои права и уносит тело жертвы своей, чья душа давно уже стала его достоянием. Таким образом, дикие завывания и яростное торжество бури могли быть совершенно различно, причём в одинаковой степени несправедливо истолкованы каждой из двух сторон на благо ей самой и на горе противнику. Нечто подобное, изменив то, что требует изменения, происходило и в той компании, которая сидела на кухне Мелмота возле сотрясавшегося от наскоков шквала очага, огонь в котором то разгорался, то снова газ. «Уйдёт он с этой бурей!» прошептала одна из старух, вынимая изо рта потухшую трубку и тщетно пытаясь снова зажечь её от горящих углей, которые порыв ветра разбросал, как пылинки. «Уйдёт он вместе с бурей!» «Вернётся ещё, вот увидишь!» — вскричала другая. «Вернётся!» Нет ему покоя. Всё бродит тут вокруг да стонет, пока не изрекут то, чего он сам за всю свою жизнь не мог изречь. «Господи, спаси нас!» завопила она прямо в трубу, как будто обращая свои слова к разгневанному Богу. «Скажи нам, чего ты хочешь от нас и укроти эту бурю, слышишь?» Порыв ветра, словно удар грома ворвался в трубу. Старуха вздрогнула и отшатнулась. «Если тебе надо вот это и ещё вот это и ещё!» вскричала молодая женщина, которой Мелмотт до тех пор не замечал. «На возьми!» Она стала яростно вытаскивать какие-то спрятанные у неё в волосах бумажки и кидать их в огонь. Тут Мелмотт вспомнил нелепую историю, рассказанную ему накануне, о девушке, которая, как она говорила, на свою беду сделала себе попельётки из каких-то бумаг старого Мелмота, а теперь вообразила, что существа, навлекшие на её голову несчастье, больше всего рассержены тем, что она до сих пор держит на себе достояние покойного. Она стала срывать с себя эти клочки бумаги и швырять их в огонь, громко приговаривая «Ради всего святого!» «Не серчайте на меня, угомонитесь! Вы получили всё, что хотели! Чего вам ещё надо?» Мелмота всё это смешило, и ему трудно было подавить смех. Но тут он вдруг встрепенулся от звука, который можно было ясно различить среди завываний бури. Чу! Пушка! Тонет корабль! Все притихли и стали слушать. Как мы уже сказали, дом Мелмотов стоял у самого берега. Близость к морю приучила обитателей его ко всем ужасам кораблекрушений и гибели людей. К чести их надо сказать, что они всегда воспринимали эти выстрелы как призывы, как жалостную, безысходную мольбу, обращённую к их человеческим чувствам. Людям этим был неведом варварский обычай, существовавший на берегах Англии прикреплять к трупу лошади фонарь и пускать этот труп в море, где волны кидали его из стороны в стороны. Несчастные утопающие устремлялись к нему с надеждой, приняв его за маяк, и когда обман открывался, ужасно двигавшийся смерти, становился ещё неодолимей. Все, находившиеся в ту минуту на кухне, внимательно вглядывались в выражение лица Мелмота, как будто на нём можно было прочесть все тайны, скрытые в седой пучине. На несколько мгновений буря стихла, и воцарилась глубокая и исполненная какого-то зловещего ожидания тишина. Тот же раскатистый звук повторился снова. Теперь уже ни у кого не могло быть сомнения, что это выстрел. «Стреляют из пушки!» закричал Мелмот. «Они тонут!» Он выбежал из кухни, завяз за собой мужчин. Те сразу же вскочили и стали деятельно готовиться к встрече с опасностью. Разгул стихий всё же лучше переносить на море, нежели в четырёх стенах. Там человеку есть с чем бороться. Здесь уделом его становится страдание. Самая жестокая буря, побуждая жертву свою бороться с нею из последних сил, ставит всё же перед человеком определённую цель и даёт удовлетворение его гордости. Меж тем, ни того, ни другого нет у тех, кто сидит, забившись в угол, когда сотрясаются стены, и кто готов принять любое страдание, лишь бы избавиться от безысходного страха. В то время как слуги кинулись искать плащи, сапоги и шляпы своего покойного господина, которых без числа было разбросано по самым разным углам дома, когда один из них срывал плащ с окна, которая им прикрывалась, ибо стёкла давно уже были разбиты, а ставни сломаны, другой стаскивал с палки шляпу, давно уже служившую для подметания пыли, а третий сражался с кошкой из-за пары старых сапог, которые та облюбовала, чтобы произвести на свет потомство и где теперь копошили скотята. Мелмот поднялся в верхнюю комнату дома. Стёкла там были выбиты, и в светлое время дня оттуда можно было увидеть и море, и всё побережье. Он высунулся из окна, и, поддавшись охватившей его тревоге, стал слушать. Ночь была тёмная, но постепенно в этой непроглядной тьме глаза его различили проблески света. Порыв ветра заставил его на минуту отойти от окна, но тут же, кинувшись к нему снова, он увидел, как вдалеке вспыхнуло едва заметное пламя, и до слуха его донёсся ещё один пушечный выстрел. Медлить было нельзя, и спустя несколько минут Мелмотт со своими людьми был уже на берегу. Это было совсем близко, к тому же они спешили, как только могли. Однако ветер был настолько силён, что пробираться им было нелегко, а тревога и нетерпение их всё возрастали, и им казалось, что движутся они ещё медленнее, чем на самом деле. Время от времени только слышны были их прерывающиеся тихие голоса. Позовите людей, видите там домики, в одном окне свет, они не спят, и нет ничего удивительного, может ли кто спать в такую ночь? Держите фонарь пониже, никак не устоять на ногах. Опять стреляют, вскричали несколько человек, в то время, как на какое-то мгновение едва заметная вспышка света пробилась сквозь густой мрак и тяжёлый раскат, огласил воздух. Он звучал, как прощальный салют над могилой погибших страдальцев. Скала, держитесь крепче, не отставайте, они взошли на скалу. Великой Боже, вскричал Мелмот, взобравшись одним из первых, тьма-то какая, и какой это ужас, поднимите же фонари, слышите, как кричат, отвечайте им, крикните, что мы идём им на помощь, пусть не теряют надежду, погодите, добавил он, дайте-ка я взберусь на этот камень, оттуда они услышат мой голос. Он ринулся туда, пробираясь прямо по воде, едва переводя дыхание, отпрянувшие от соседней скалы волны, накрывали его с головой кипящей пеной. Добрался он до цели и, ободрённый своей удачей, крикнул, что было мочи, но грохот бури так заглушал его голос, что даже сам он его почти не слышал. Это были совсем слабые, жалобные звуки, больше походившие на скорбные стоны, нежели на зов, который должен был воодушевить людей надеждой. В ту минуту, когда встревоженные тучи стремительно проносились по небу, точно бегущие в рассыпную солдаты разбитой армии, неожиданно выглянула луна и озарила море ослепительным светом, глазам Мелмота предстал корабль, и он ясно увидел, что тому грозит. Накоренившееся судно ударялось о скалу, над которой набегавшие буруны вздымали столбы пены футов тридцать высотой. Это был уже один только остов, наполовину погрузившийся в воду, грот мачта была сломана, и всякий раз, когда волна захлестывала палубу, Мелмот явственно слышал предсмертные крики тех, кого она уносила с собой, или, может быть, тех, чьи истомившиеся тела и души уже немели и переставали держаться за жизнь и за надежду, которая до тех пор давала еще им силы. Он был уверен, что только что раздавшийся крик исходил именно от них и, может быть, стал уже последним в их жизни. Вид человеческих существ, погибающих совсем близко от нас, вселяет такой ужас, что мы порой понимаем, что достаточно сделать всего один шаг, достаточно нашей твердой руки, чтобы спасти хотя бы одного из многих, и не знаем, куда направить этот шаг, и бываем не в силах протянуть руку, которая вдруг цепенеет. Все чувства Мелмота пришли в смятение, и были минуты, когда он вторил завыванием ветра, испуская безумные крики, меж тем окрестные жители, узнав о том, что судно потерпело крушение у самых скал, в тревоге высыпали целой толпою на берег, те, кого прошлый жизненный опыт, твердая убежденность или даже самое обыкновенное невежество беспрерывно заставляли повторять «спасти их нельзя», погибнут все до единого, невольно ускоряли в это время свои шаги, как будто торопясь увидеть исполнение этого предсказания, в то время как другим казалось, что они действительно спешат оказать помощь погибающим и тем самым не дать ему осуществиться. Особенно обращал на себя внимание один человек, который бежал к берегу и запыхавшись продолжал уверять всех остальных, что оно пойдет ко дну, прежде чем они до него доберутся. Слыша восклицание «упаси Боже, не говори таких слов, даст Господь мы чем-нибудь им поможем, он только разражался торжествующим смехом. Когда все добежали до места, человек этот, рискуя жизнью, взобрался на скалу и, глядя на корабль, принялся убеждать оставшихся внизу, что конец близок. «Ну, что я вам говорил?» кричал он. «Видите, что я был прав, буря усилилась, но все еще были слышны его слова. «Видите, я был прав». И когда вопли погибавших матросов отчетливо донеслись до берега, он в промежутках все еще повторял «Видите, я был прав». Это была какая-то исключительная гордыня, кичащая со своими трофеями над чужою могилой. В таком духе даем мы советы тем, кто страдает от жизни, так же, как и от стихии. И когда мы слышим, что сердце жертвы разрывается, мы успокаиваем себя, восклицая, «Разве я все это не предсказывал? Разве я не говорил вам, к чему это приведет?» Примечательно, что человек этот погиб в ту же самую ночь, сделав отчаянную и напрасную попытку спасти жизнь одному из матросов с корабля, который плыл в расстоянии шести ярдов от него. Люди заполонили весь берег. Они взбирались на вершины и выступы скал. Сознавая свое бессилие, все только взирали на этот поединок между морем и сушей, между отчаянием и надеждой. Невозможно было ничем помочь утопавшим. Никакая лодка не смогла бы выдержать натиска волн, и все же до самой последней минуты то с одной скалы, то с другой слышны были крики, страшные крики, возвещавшие, что помощь близка и уже невозможно. Высоко поднятые фонари с разных сторон освещали все вокруг, глаза несчастных видели берег, на котором суетились люди, но их отделяли от него ревущие неодолимые волны. Утопавшим бросали веревки, старались ободрить и одушевить их громкими криками. Кое-кто из барахтавшихся в воде и в порыве отчаяния пытался ослабевшей рукою уцепиться за конец брошенной в море веревки, но вместо этого хватался только за воду, а потом не успевал разжать окоченевшие пальцы, как новая волна накрывала его с головой, и всплыть он уже был не в силах. В эту минуту Мелмот, выйдя из состояния оцепенения, в которое повергла его эта страшная картина, и, оглядевшись вокруг, увидел внизу сотни озабоченных бегавших и суетившихся людей, и, хотя все усилия их оказывались по-видимому напрасными, у него сделалось радостно на душе. Сколько всего хорошего пробуждается в человеке, вскричал он, когда чувство долго призывает его облегчить страдания ближнего, у него не было тогда ни времени, ни желания вдумываться, что именно он называл словом «хорошее», и разлагать это понятие на составные части, выделив из него любопытство, крайнее возбуждение, гордое ощущение силы в теле или просто сознание того, что сам ты сейчас находишься в относительной безопасности, у него действительно не было времени подумать, как раз в эту минуту он заметил в расстоянии нескольких ярдов от себя чуть выше на скале фигуру, вид которой не мог внушить ему ни симпатии, ни страха. Незнакомец не произнес ни единого звука и никому не пытался помочь. Мелмотт с трудом удерживался на скользком и шатком камне. Человека же этого, находившегося еще выше, казалось, немало не волновало ни буря, ни гибель экипажа. Как Мелмотт не старался закутаться в плащ, ветер срывал его и раздирал в клочья, в то же время на плаще незнакомца ни одна складка не шелохнулась. Но не столько это поразило Мелмотта, сколько полнейшее безразличие его к людям, терпевшим бедствие, и к окружавшему его ужасу. И он воскликнул «Милосердный Боже, возможно ли, что существо всем видом похоже на человека, стоит здесь недвижимо, не сделав ни малейшего усилия, чтобы помочь этим несчастным и даже нисколько им не сочувствует?» Последовало молчание, а может быть порыв ветра заглушил его слова, однако спустя несколько мгновений Мелмотт отчетливо услыхал «Пусть погибают». Он посмотрел наверх. Незнакомец стоял по-прежнему недвижимо, скрестив руки на груди, выставив одну ногу вперед, как бы бросая всем видом своим вызов, подымавшимся ввысь столбам пены и обращенное в профиль суровое лицо его, которое на несколько мгновений озарял колеблющийся и смутный свет луны, равнодушно взирало на все, что происходило внизу, причем во взгляде его было что-то чужое, неестественное, зловещее. В это мгновение чудовищная волна обрушилась на палубу корабля, и крик ужаса вырвался из груди всех тех, кто это видел. Это был словно отзвук других криков, исходивших от несчастных жертв, чьи обезображенные бездыханные тела через несколько минут были выброшены к их ногам. Когда крик этот умолк, Мелмот услышал вдруг раскаты смеха, от которого кровь у него похолодела. Смеялся, стоявший наверху над ним незнакомец, словно молнией озарила вдруг его память. Внутреннему взору его предстала ночь в Испании, «Стентон» впервые повстречал странное существо, чья опутанная колдовством жизнь, над которой невластно пространство и время, оказала такое влияние на его собственную, и когда он впервые ощутил сатанинскую злобу в этом торжествующем смехе при виде гибели двух сожженных молний влюбленных. Эхо этого хохота все еще звучало в ушах Мелмота. Он подумал, что в нескольких шагах от него сейчас никто иной, как этот таинственный пришелец, разум его, разгоряченный всеми неистовыми попытками его разыскать и вместе с тем омраченный их неудачей отяжелел, как тяжелеет воздух от нависшей грозовой тучи. Он уже больше не в состоянии был что-либо выведывать, строить новые предположения или расчеты. Мелмот сразу же стал взбираться на скалу. Недвижная фигура находилась теперь всего на несколько футов выше того места, где он стоял, тот, о ком он думал целые дни, и кто снился ему по ночам был здесь, рядом. Он мог вглядеться в него, коснуться его рукой, он почти что его ощущал, даже сами клык и силок при всем свойственном их профессии рвении, и те не произнесли бы с такой решимостью слов «Попадись он хоть раз мне в лапы», как про себя произнес их Джон. Он стал карабкаться по крутой и опасной тропинке к кусту пускалы, на котором стояла неподвижная темная фигура, изнемогая от яростного ветра, от безмерного душевного напряжения и от трудности задачи, которую он себе поставил. Мелмот столкнулся теперь лицом к лицу с тем, кого он стремился найти. Забывшись, он ухватился за наполовину отколовшийся от скалы камень, камень этот, который был настолько мал, что, упав, вероятно, не мог бы уж убить до жеребенка, оказался шаткой и ненадежной опорой для рослого мужчины. Мелмот сорвался вместе с ним и упал вниз, в ревущую пучину, которая, казалось, готова была вцепиться в него тысячами щупалец и его поглотить. Падая, он не успел даже почувствовать головокружение, он только ощутил удар, плеск и услышал рев, волна накрыла его с головой, а потом тут же выбросила на поверхность. Он пытался бороться с ней, но ему было не за что ухватиться, тогда он стал погружаться все глубже, движимый смутной мыслью, что если он доберется до дна и сможет ухватиться там за что-нибудь твердое, он будет спасен, в ушах у него гудели тысячи труп, глаза его слепил свет, ему казалось, что он проходит сквозь огонь и воду, больше он ничего не помнил. очнулся он только несколько дней спустя. Он увидал, что лежит в постели и старая управительница стоит у его изголовья. — Какой ужасный сон! — воскликнул он и в изнеможении, откинувшись на подушке, добавил, и до чего он меня довел. Глава пятая Эпиграф «Я слышал», — сказал оруженосец, «что от ада нет спасения». Сервантес после этого Мелмот пролежал еще несколько часов, не произнеся ни слова. Память постепенно возвращалась к нему, чувства просветлялись по мере того, как повелитель их разум постепенно утверждался вновь на покинутом им престоле. «Я все теперь вспомнил», — воскликнул он, вскакивая с кровати так порывисто, что ухаживавшая за ним старуха няня перепугалась, решив, что он снова бредит. Однако, когда она подошла к его кровати со свечой в руке, старательно заслоняя другой глаза от света и поднесла эту свечу к лицу больного, ярко его озарив, во взгляде его она увидела пробудившееся сознание, а в движениях силу, которая говорила о том, что наступает выздоровление, ей пришлось удовлетворить его желание и ответить на все его вопросы касательно того, как он был спасен, чем завершилась в тот день буря и остался ли в живых хоть один из потерпевших кораблекрушения. Она, правда, понимала, как он ослабел, и ей было строго наказано ничем не утомлять его, пока к нему не вернется рассудок. Условия это она старательно выполняла в течение нескольких дней, и это было для нее ужасным испытанием. Она чувствовала себя, как Фатима в кимоне, которая, в ответ на угрозу колдуна лишить ее дара речи, восклицает, «Варвар!» «Недовольна ли с тебя моей смерти?» Она начала говорить, и рассказ ее подействовал на Мелмота так, что он крепко уснул, раньше, чем она успела довести его до половины. Он имел случай убедиться на себе, сколь благотворно может такая вот неторопливая речь действовать на больных, о которых Спенсер говорит, что они нанимали ирландских рассказчиков, и когда просыпались после целительного сна, замечали, что эти неутомимые люди все еще продолжают свой рассказ. Первое время Мелмот слушал с напряженным вниманием, однако очень скоро он оказался в положении человека, описанного мисс Бейли, который сквозь дрему слышит еле-еле рассказ, что льется у постели. Вскоре, по его глубокому ровному дыханию, она почувствовала, что только тревожит попусту того, кто сном забылся. А когда она задернула занавеску и заслонила свечу, картины, навеянные ее рассказом, казалось, ожили вновь, и бледные тени их проплывали теперь в его снах, все еще с трудом отличимых от яви. Утром Мелмот приподнялся, оперса на подушку и, оглядевшись вокруг, мгновенно вспомнил все, что с ним произошло. И, хоть воспоминание это было смутным, он ощутил сильнейшее желание увидеть чужестранца, спасшегося при кораблекрушении, который, по словам управительницы, все еще памятным ему, хоть слова эти, должно быть, доходили только до порога его непробудившихся чувств, был жив и находился теперь у него в доме, но еще не оправился после полученных им тяжелых ушибов, перенесенного страха и крайнего изнеможения. Мнения домочадцев касательно этого человека разделились, узнав, что он католик, они как будто успокоились, а он едва только пришел в себя, попросил послать за католическим священником и в первых же сказанных им словах выразил удовлетворение, что находится в стране, где исполняются все обряды его родной церкви. Таким образом, с этой стороны все обстояло хорошо, однако в его манере себя держать было какое-то странное высокомерие и сдержанность, которыми он отталкивал от себя тех, кто за ним ухаживал. Он часто разговаривал сам с собою, на языке, которого они не понимали. Они надеялись, что вызванный в дом священник разъяснит их сомнение, но тот долго простоял у двери, слушая эти обращенные к самому себе речи, и решительно объявил, что это никакая не латынь, а потом, вступив с больным в разговор, длившийся несколько часов, отказался разъяснить, на каком языке говорил чужеземец, и не позволил слугам расспрашивать себя о нем. Это одно уже не предвещало ничего хорошего. Но еще хуже было то обстоятельство, что чужестранец легко и свободно изъяснялся по-английски, и поэтому, как утверждали все домочадцы, был не вправе терзать их слух словами незнакомого языка, которые, как бы четко и красиво они не звучали, были, по их мнению, заклинаниями, обращенными к некоему незримому существу. «Все, что ему надо, он просит у нас по-английски», сказала недоумевающая управительница. «Он просит по-английски, например, чтобы ему принесли свечу? Он говорит по-английски, что хочет лечь спать. Так почему же черт бы его побрал, ему надо непременно о чем-то еще говорить на непонятном нам языке? Да и молиться он тоже может по-английски на тот образок, что он прячет на груди. Хоть помяните мое слово, то никакой не святой. Мне раз удалось поглядеть на него украдкой, а скорее всего сам дьявол «Господи Иисусе, спаси нас». Такие вот странные толки и множество других шепотом передавались Мелмоту, и все это делалось с такой быстротой, что он не успевал хорошенько в них разобраться. «А что, отец Фей у нас?» спросил он, наконец, уразумев, что священник каждый день навещает чужестранца. «Если он сейчас здесь, попросите его зайти ко мне». Отец Фей тут же явился на его зов. Это был человек серьезный и благопристойный, о котором ходила добрая молва даже среди людей, исповедовавших иную веру. Когда он вошел в комнату, Мелмотт не мог удержаться от улыбки, вспомнив пустые сплетни, которые передавали ему слуги. «Благодарю вас за внимание к несчастному, который, насколько я понимаю, находится сейчас у меня в доме», сказал он. «Я только исполнил свой долг. Мне рассказывают, что он говорит иногда на незнакомом языке». «Да, это действительно так». «А вы-то знаете, откуда он родом?» «Он испанец», ответил священник. Этот прямой и ясный ответ возымел свое действие на Мелмота. Он поверил ему и понял, что чужестранец не делает из своего происхождения никакой тайны, и она существует только в воображении глупых слуг. Священник стал рассказывать подробности гибели корабля. Это было английское торговое судно, направлявшееся то ли в Эксфорд, то ли в Уотерфорд. На борту было много пассажиров. Бурей его отнесло к Виклоусскому берегу, где оно и потерпело крушение в ночь на 19 октября. В полной темноте, среди которой разразилась буря, оно наскочило на риф и разбилось. Экипаж и все пассажиры погибли, спасся один только испанец. Поразительно, что никто иной, как он, оказался спасителем Мелмота. Стараясь добраться до берега, он увидел, как тот упал со скалы, и как сам он не был изможден, собрал последние силы, чтобы спасти человека, которого, как он понял, постигла беда из-за того, что он кинулся оказывать помощь утопающим. Испанцу удалось вытащить его из воды, причем сам Мелмот ничего об этом не знал. Утром их нашли обоих на берегу, они крепко впились друг в друга, но оба совершенно закоченели и были в глубоком обмороке. Их стали приводить в чувства, и когда обнаружили в том и другом слабые признаки жизни, обоих перенесли в дом Мелмотта. «Вы обязаны ему жизнью», сказал священник и замолчал. «Я сейчас же пойду и поблагодарю его», вскричал Мелмот, но в эту минуту старая управительница, помогавшая ему подняться с постели, в ужасе шепнула ему на ухо «Ради всего святого! Не говорите ему, что вы Мелмотт! Ради Бога!» Он так взъярился, как сумасшедший стал, когда вчера кто-то произнес при нем это имя. Мелмотту невольно вспомнилось прочитанное в рукописи, и он испытал какое-то тягостное чувство, однако он совладал с собой и прошел в комнату, отведенную чужестранцу. Испанцу было лет тридцать. Он имел вид человека благородного и манерами своими располагал к себе. Помимо свойственной его нации серьезности, на всем его облике лежала печать глубокой грусти. Он бегло говорил по-английски, и когда Мелмотт стал расспрашивать, откуда он так хорошо знает этот язык, он только вздохнул и сказал, что прошел тяжелую школу, где и научился ему. Мелмотт тут же переменил предмет разговора и стал горячо благодарить испанца за то, что тот спас ему жизнь. — Синьор, — ответил испанец, — простите меня, но если бы вы так же мало ценили свою жизнь, как я, то не стоило бы за это благодарить. — Да, но вы употребили однако все силы на то, чтобы ее спасти, сказал Мелмотт. Это было какое-то безотчетное побуждение. — Но пришлось же выдержать борьбу, сказал Мелмотт. — В эту минуту я не отдавал себе отчета в том, что делаю, сказал испанец. Вслед за тем, тоном исполненным какой-то особой изысканности он добавил вернее. Побуждение это было внушено мне моим добрым гением. Я никого не знаю в этой чужой мне стране. Вы приютили меня. Без вас мне было бы здесь очень худо. Мелмотт заметил, что собеседнику его трудно говорить, и очень скоро тот действительно признался, что хоть он и не получил тяжелых повреждений, но до такой степени избит камнями и изранен об острый выступ искал, что ему тяжело дышать и стоит большого труда пошевелить рукой и ногой. Закончив свой рассказ о буре, кораблекрушении и всей последовавшей за этим борьбе за жизнь, он воскликнул по-испански «Господи! Скажи, почему Иона остался жить, а моряки погибли?» Вообразив, что он произносит слова какой-нибудь католической молитвы, Мелмотт собрался было уже удалиться, но испанец не дал ему уйти. «Сеньор», сказал он, «Я знаю, вас зовут...» Он умолк, задрожал и, сделав над собой усилие, от которого лицо его перекосилось, выговорил имя Мелмотта. «Да, я действительно Мелмотт». «Скажите, был ли у вас предок?» «Далекий, очень-очень давно, в такие времена, о которых в семье не сохранилось преданий». «Нет, не к чему даже и спрашивать об этом», сказал испанец и, закрыв руками лицо, громко застонал. Мелмотт слушал его с волнением, к которому примешивался страх. «Говорите, говорите, может быть, я и смогу вам ответить?» «Был ли у вас, спросил испанец с видимым усилием, отрывисто и скороговоркой, был ли у вас родственник, который лет сто сорок тому назад ездил в Испанию?» «Насколько я знаю, был. Боюсь, что был». «Довольно, сеньор, оставьте меня. Может быть, завтра оставьте меня сейчас». «Я не могу вас сейчас оставить», сказал Мелмотт и, видя, что он совсем ослабел, кинулся, чтобы не дать ему упасть. Но это не было обмороком. Зрачки испанца дико вращались. В глазах его был ужас, и он пытался выговорить какие-то слова. Кроме них в комнате никого не было. Мелмотт не решался уйти и закричал, чтобы принесли воды. Когда он пытался расстегнуть ему ворот и облегчить дыхание, рука его наткнулась на медальон с портретом, хранившимся у самого сердца. Прикосновение это подействовало на больного как самое сильное возбуждающее. Он схватил медальон своей холодной рукой с силой, какая бывает только у смерти, и пробормотал глухим, но возбужденным голосом. «Что вы сделали?» Он принялся ощупывать ленточку, на которой висел медальон, и, убедившись, что его страшное сокровище цело, с ужасающим спокойствием в глазах посмотрел на Мелмотта. «Так значит, вы все знаете». «Я ничего не знаю», неуверенно ответил Мелмотт. Едва не упавший на пол испанец теперь поднялся, высвободился из его рук и, хоть с трудом держась на ногах, стремительно кинулся за свечой. Было уже совсем темно и показал медальон Мелмотту. Оказалось, что это миниатюрный портрет все того же страшного существа. Это было написанное грубой кистью любительское изображение, но сходство поражало. Можно было подумать, что создала эту миниатюру не рука человека, а сама душа. Значит, он, значит, оригинал этого ваш предок. Значит, вы владеете страшной тайной, которая — он повалился на пол, корчас в судорогах. Мелмоту, который сам был еще очень слаб, пришлось уйти к себе. Прошло несколько дней, прежде чем ему довело снова свидеться со своим гостем. На этот раз тот был спокоен и отлично владел собой, до тех пор, пока не вспомнил, что должен извиниться перед хозяином дома за причиненное ему прошлый раз беспокойство. Он начал было говорить, но сбился и замолчал. Напрасно пытался он привести в порядок свои спутанные мысли, вернее, бессвязную речь. Усилия эти привели его в такое волнение, что Мелмот почувствовал, что должен как-то помочь ему, и, пытаясь его успокоить, очень неосмотрительно стал расспрашивать, с какой целью тот предпринял поездку в Ирландию. Испанец долгое время молчал, а потом наконец ответил «Синьор, еще всего несколько дней назад никакая сила не заставила бы меня это сказать. Я считал, что мне все равно никто не поверит, и поэтому я не должен открывать этой тайны. Я думал, что одинок на земле, что мне неоткуда ждать ни сочувствия, ни помощи. Поразительно, что случай столкнул меня с единственным человеком, который может понять меня и мне помочь больше того. Может даже, если не ошибаюсь, пролить свет на обстоятельства, которые поставили меня в столь необычное положение. Это вступление, сделанное в сдержанной форме, но потрясающее по своей значительности, произвело сильное впечатление на Мелмота. Он сел и приготовился слушать, а испанец начал уже было говорить, но потом, после минутного колебания, сорвал висевший у него на груди портрет и принялся топтать его ногами с поистине континентальным упорством, крича «Дьявол! ты душишь меня!» А когда портрет вместе со стеклом был разбит на куски, вскричал, ну вот, легче стало. Они сидели в низкой, полутемной, скудно обставленной комнате, за окном бушевала буря, и когда окна и двери сотрясались под порывами ветра, у Мелмота было такое чувство, что он слушает вестника рока и страха. Волнение говорившего было так мучительно и глубоко, что тот весь затрясся, а во время продолжительной паузы, предшествовавшей рассказу испанца, Мелмот услышал, как у него бьется сердце. Он привстал и, протянув руку, пытался удержать своего собеседника, но тот принял это за признак нетерпения и тревоги и начал свой рассказ, в котором, щадя читателя, мы опустим бесчисленные вскрикивания, вопросы, проявления любопытства и вздохи ужаса, которыми его прерывал Мелмот. мельмот. И мельмот. Продолжение следует...